Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Полуэктов Михаил Гурьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы номер 3. Ведёт работу в области инсомнии, расстройств дыхания во сне, медицины сна, нарушений сна у детей. Ученик известного отечественного невролога, академика Александра Моисеевича Вейна. В настоящее время Михаил Полуэктов является президентом Национального общества специалистов по детскому сну и членом правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений. Держатель патента на способ диагностики расстройств сна у детей грудного и раннего возраста. Михаил Полуэктов – автор пяти монографий, более 120 оригинальных и обзорных статей в журналах и глав в руководствах и ряда научно-популярных книг по сомнологии. Михаил Полуэктов в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. В нашей программе вы уже выступали с лекциями о феномене сна и о таких расстройствах, как бессонница и литаргия. Сегодня нам предстоит ознакомиться с другими видами нарушений сна. По подсчетам американских экономистов, в одном только 2017 году нарушения сна обошлись предпринимателям США в 345 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2000 году потери, связанные со снижением работоспособности сотрудников из-за расстройств сна, были почти в 20 раз меньше. Они составляли 18 миллиардов. Можно только предположить, что за последние полтора пандемийных года ущерб мог возрасти. О пуст ковидных расстройствах сна, если не возражаете, я спрошу вас в самом конце этой программы. А сейчас давайте перейдем к запланированной теме. Пожалуйста, парасомния, теория локального сна. Наверное, название выглядит не столь понятным, не столь открытым. Поэтому мы начнем с определений. Что такое загадочное слово парасомния? Парасомния – это такое сложное слово. Оно взятое из двух языков. Пара – это около. Сомнус – это сон. Соответственно, греческий и латинский языки здесь присутствуют. Это некие феномены, которые возникают в связи с состоянием сна. Неизвестно, вызывают ли сон эти феномены непосредственно, или есть другое какое-то попутное состояние, которое вызывает к жизни именно в периоды, которые связаны со сном. Но, тем не менее, почти всегда эти феномены наблюдаются либо внутри самого сна, либо при засыпании или пробуждении. И таким образом они группируются и в медицинской классификации, выделяют несколько форм парасомнии. Парасомнии ассоциированы с медленным сном, с быстрым сном, другие парасомнии. И в эти другие парасомнии включают те расстройства сна, которые еще наука не объясняет. Мы в основном сегодня поговорим о первых двух видах парасомнии, потому что там как раз вот эта теория локального сна будет видна более ярко. Но перед тем, как говорить о клинике, мы поговорим немного о высокой науке, о фундаментальных исследованиях, которые, собственно говоря, и вызвали в итоге такое изменение парадигмы клинической в отношении парасомнии. Сначала я хотел бы показать вам небольшое видео. Вот, посмотрите, ребенок в пижаме. Видимо, ночью дело происходит, да, ребенок что-то делает перед дверью, что, в принципе, нетипично для детей. Другой ребенок, по-видимому, близнец. В спальне занимается тоже непонятно чем. Не отвечает на вопрос. Продолжает заниматься. То есть он не реагирует на обращенную речь родителя. Ну и некие целенаправленные движения все-таки производят. То ли играет, то ли что-то перебирает. Но не вполне осмысленные такое ощущение, да? Да. То есть получается, что это состояние, скорее всего, можно характеризовать как состояние неполного осознания происходящего. Ребенок что-то делает, ему для того, чтобы это делать хватает понимания, но он не может ответить. Ну что-то бессмысленное такое в общем делать. Ну иногда во время таких эпизодов что-то со смыслом на самом деле делает. Но чаще действительно какие-то простые вещи делаются, какие-то стереотипы реализуются моторные. Вот спрашивают, да, девочку, что ты делаешь? Она не может ответить. Ну конечно, мы имеем дело здесь с эпизодом снохождения. Это видео интересно тем, что здесь снохождение отмечается одновременно у двух детей в одной семье. Это что-то генетическое наводит сразу на мысль, да? И в одно и то же время происходит. Видимо, в один и тот же период ночи, и действительно, как дальше мы будем обсуждать, обычно снохождение приурочено к определенному времени. Почему же возникает вот такое состояние? Для того, чтобы это обсуждать, нам следует начать, наверное, с первых исследований в этой области. И интересно, что пальма первенства принадлежит как раз российским ученым, советским еще ученым в открытии вот этого механизма, который потом, как оказалось, определяет возможность развития хождения в этой семье. Есть одна идея на этот счет, если позволите, одну секунду. Я вижу, это журнал «Середина 70-х». Я просто знаю, что из разных источников 70-х интенсивно занимались изучением поведения дельфинов, разные биологи разных специальностей. И в одном случае была четко поставлена задача изучить возможности использования дельфинов для, условно говоря, шпионской деятельности. То есть это была вот такая чуть ли не государственная программа, как мне говорили. Возможно, в рамках нее и вот важные открытия были сделаны наэропсихологически. Да, я могу предположить, что действительно это явилось таким побочным эффектом. Я просто знаю человека, который работал в лаборатории, где была поставлена такая задача. Причем этот человек был лингвист, вообще говоря. Вот Лев Мухаммедов, чью фотографию мы здесь видим, он не был лингвистом, он был настоящим ученым-биологом. К сожалению, в этом году он ушел от нас. И в Утрижском дельфинарии под Новороссийском проводились исследования, в том числе и с записью электроэнцефалограммы дельфинов. И ученые, когда стали анализировать эти записи, они не могли понять, что происходит, потому что то, что они обнаружили, оно не укладывалось в те представления о том, как должен работать мозг живого существа, дельфина, человека. Они видели на записи энцефалограммы вот такую асимметричную картину. С одной стороны отмечались волны, характерные для сна, дельта волны в данном случае. Вот если посмотреть на этот рисунок, это нижняя запись L слева полушария. А запись с верхнего полушария P подразумевала, что дельфин находится в состоянии бодрствования. Именно для бодрствования характерна такая уплощенная электроэнцефалограмма. Много раз они перепроверяли этот эксперимент. И все равно получали периодически возникающую такую асимметричную картину. И мы можем увидеть, например, что в последней записи, в записи D сменялись полушария, уже с другой стороны наблюдалась точно такая же картина. И в итоге ученые поняли, что речь идет о однополушарном развитии сна. То есть дельфин действительно, находясь в воде, демонстрировал признаки бодрствования. То есть он всплывал для того, чтобы вдохнуть воздуха каждый раз. Он двигался по часовой стрелке или против часовой стрелки. Но при этом одно полушарие у него спало, а другое бодрствовало и обеспечивало ему эту активность. И тогда публикация как раз Льва Мухарамыча, потом он сделал ее и на английском языке, собственно говоря, открыла всему миру глаза о том, что живое существо может спать не всем мозгом, как это раньше представлялось, а его частью. В данном случае одним полушарием мозга. Действительно, эти данные были потом подтверждены и до сих пор проводятся исследования по изучению вот этого однополушарного сна, например, у животных, которые жизнь проводят в двух средах. Сивучи, например, котики, они могут, находясь в море, они спят действительно то одним, то другим полушарием. А когда они находятся на берегу, они могут позволить себе спать. Спать нормально. Двумя полушариями. Значит, существует механизм, который в жизненных, в реальных условиях обеспечивает вот такое неполное засыпание мозга. Потом ученые переключились и на других животных, которые находятся тоже в сложных условиях обитания. Не морской, а уже воздушной среде. Здесь такие уникальные птицы, фрегаты из рода пеликанов. Они проводят почти всю жизнь в воздухе. У них так устроено оперение, что оно набокает, если они садятся на воду. И они на воду почти никогда не садятся. Они либо летают, либо садятся на берег. И вот в 2016 году, чуть-чуть раньше, ученым из института Макса Планка удалось прикрепить уже этим птицам на голову электроды для того, чтобы регистрировать электроэнцефалограмму. И оказалось, что эти птицы, проводя в полете почти всю жизнь, например, в некоторых записях они зарегистрировали, что птица провела в полете 10 дней подряд, не садясь на твердую поверхность. И в это время они периодически спали и продолжали лететь. Это было зарегистрировано. Был зарегистрирован также феномен однополушарного сна, когда глубина сна одного полушария оказывалась выше, чем глубина сна в другом полушарии. Этот пример как раз приводится на этом рисунке. Мы можем увидеть, например, что запись с левого полушария более высокоамплитудная, значит, мозг здесь спит глубже, чем запись с правого полушария. И потом они меняются местами. Это зависит от направления, в котором птица летит. Если она поворачивает в одну сторону, у нее есть возможность поспать одним полушарием, но если поворачивает в другую, поспать другим полушарием. Кроме того, было показано, что у этих птиц возможен сон двумя полушариями. Они летят и спят, но не в том случае, когда они машут крыльями, просто когда они планируют. И даже в это время отмечались у них периоды так называемого быстрого или парадоксального сна. Это особое состояние во сне, когда мышцы полностью расслабляются. Оказывается, были секундные периоды, когда птицы продолжали лететь и в это время видели сон. То, что сейчас называется сон с быстрыми движениями глаз, сон со сновидениями. Таким образом, было подтверждено, что не только морским млекопитающим присуще это свойство однополушарного сна, но и многим другим. И скорее это не исключение, а скорее правило для животных, которые оказываются в неблагоприятных условиях. А вот 18 минут, это цикл такой у них, период смены полушарий? Нет, это просто 18-минутная запись для анализа этой картины сна. Потом на менее экзотических животных, на кряквах, было показано то же самое. Что в зависимости от того, в каком месте стаи находится кряква, в зависимости от этого, она может спать как двумя полушариями, так и одним из полушарий. Она может спать тем полушарием, которое соединено с глазом, который обращен внутрь стаи. Да, то есть одним глазом кряква должна следить за опасностью, если она находится снаружи стаи. Вот мы можем увидеть, например, на этой картинке. Вот открытый глаз соответствует в противоположном полушарии более низкой амплитуде энцефалограммы, что говорит о том, что здесь больше быстрых волн, чем медленных, что характерно для бодрствования. А закрытый глаз в это время демонстрирует нам в противоположном полушарии такую высокоамплитудную медленно-волновую картину, что соответствует настоящему глубокому сну. То есть вот этот феномен однополушарного сна оказывается не только присущим млекопитающим дельфинам, но и птицам тоже. И сейчас у крокодилов даже обнаружен этот феномен, и у более простых животных. То есть ничего особенного оказывается в этом феномене неполного сна, который охватывает не весь мозг, а только его часть, по большому счету в живой природе нет. Это один из способов реализовывать потребность в сне, который говорит о том, что состояние сна настолько необходимо, что природа изыскивает какие-то другие пути, чтобы хоть одним глазом, хоть одним полушарием, я бы даже сказал, поспать. Если условия этого не позволяют, если утка в данном случае находится не внутри стая. Иван Николаевич Пигарев, наш выдающийся ученый, исследователь сна, достаточно давно, еще в 1997 году, обнаружил вот этот феномен, но не относительно к разнице деятельности правого-левого полушарии, а он обнаружил различия в деятельности нейронов, в данном случае у обезьяны, в определенных зонах мозга. Вот в этой публикации он как раз описывает свою находку, когда он разрабатывал свою теорию висцерального сна. О которой он говорил в нашей программе, зрители могут посмотреть в архиве. Да, фактически вот это наблюдение локального сна о макаке было просто таким побочным продуктом, что ли, его исследований по его глобальной теории, которая рассматривает состояние сна как повод для организма, чтобы заняться настройкой внутренних органов. И проверкой такой. Да, когда отключается восприятие мозгом внешних сигналов, формируется так называемый блок таламических восприятий. В это время, по теории Ивана Николаевича Пигарева, мозг продолжает обрабатывать информацию, но уже поступающую из внутренних органов. И именно это позволяет нашему организму после ночного сна восстанавливаться и обеспечивать достаточную эффективность работы внутренних органов и достаточные в итоге показатели здоровья и продолжительности жизни. Но если вернуться к локальному сну, то вот в этой публикации Иван Николаевич вообще впервые в мире обнаружил, что если давать обезьяне, в данном случае это Иванская макака, постоянный сигнал визуальный, она реагирует на него, у нее нейроны активируются в соответствующих зрительных полях, и мы можем увидеть, что в середине этого рисунка находится такая пунктирная линия, она соответствует началу стимуляции. Мы можем увидеть, как увеличивается количество нейронов, которые отвечают на эту стимуляцию с ее началом, по сравнению с тем количеством нейронов зрительной коры, которые были активны до стимуляции. Обезьяна что-то видела, и до этого у нее нейроны реагировали. Но когда стали давать еще большее количество информации зрительной, конечно, интенсивность разрядов нейронов повысилась. Но на что обратил здесь Иван Николаевич внимание? На то, что периодически количество нейронов, которые реагировали на эту стимуляцию, уменьшалось. Причем это зависело от усталости, скажем так, от усталости зрительной коры обезьяны. И это не было связано с известным физиологом феноменом габитуации. Габитуация — это привыкание. Если мы что-то стимулируем, то ответ уменьшается. Но в данном случае, видите, 40-минутной стимуляции не было, габитуации, когда долго стимулировали. Но потом, когда стимуляция продолжалась, появлялся вот этот феномен, когда некоторые нейроны переставали отвечать на зрительную стимуляцию. И это Иван Николаевич впервые в мире расценил как явление локального сна. То есть некоторые нейроны зрительной коры уставали, им нужно было восстанавливаться. И они переходили в состояние такой неактивности периодической, которая зависела от их нагрузки. Вот, к сожалению, хочу сказать, что Иван Николаевич трагически ушел от нас в этом году. Совсем недавно, да. Его исследования, надеюсь, будут продолжены его учениками. Это повод вспомнить нам этого выдающегося человека. Еще раз сказать, что он был первым, кто зарегистрировал этот феномен локального сна у приматов. Получается, что есть еще один способ компенсировать нехватку сна в неблагоприятных условиях. Это не только однополушарный сон, а сон определенными зонами мозга. То есть когда большая часть мозга продолжает отвечать на стимулы, а некоторая часть отдыхает в это время, готовится к работе к следующей. И в контролируемых условиях этот эксперимент удалось более четко воспроизвести значительно позднее. Уже получается больше, чем через 10 лет. Это было сделано в знаменитой лаборатории Джунда Таноне, главного исследователя сознания, как я считаю, Владом Визовским, нашим русскоязычным коллегой, который много работает именно над этими исследованиями сна у животных. И вот он показал, что у невыспавшихся крыс, то есть если крыс подвергать депривации сна, не давать им спать, а потом регистрировать в течение длительного времени в бодрствовании их состояния, также можно наблюдать вот этот феномен локального засыпания нейронов определенных корковых зон. Мы здесь можем это увидеть. Например, чаще всего удавалось зарегистрировать засыпание в лобной коре мозга и в париэтальной, в теменной доле мозга. Мы можем увидеть, что периодически разряды нейронов прекращаются и в лобной париэтальной зоне. В это время мозг засыпает. И этому соответствует знаменитая медленная волна, которая характеризует наличие глубокого качественного сна. Но в некоторых случаях возникал такой феномен, когда, например, нейроны лобных зон замолкали, и в это время регистрировалась опять же эта дельта-волна, но нейроны теменной доли продолжали работать, и дельта-волна не регистрировалась. Получалось, что крыса в это время находилась одновременно в двух состояниях. Лобная ее кора находилась в состоянии глубокого медленного сна, а теменная кора находилась в состоянии бодрствования. При этом еще крысе давали различные задания, она бежала в колесе, и вот как раз она засыпала, в том числе и во время бега в колесе. Вопрос о том, может ли экстраполировать на людей, может ли человек на ходу спать. Может, крыса могла, по крайней мере, частью своего мозга. И, скорее всего, у человека то же самое происходит, но это пока еще не доказал. Вот эта публикация в журнале Nature, в таком самом авторитетном биологическом журнале, в свое время оказалась очень известная, наделала много шума, поскольку это было действительно экспериментальное, очень четкое доказательство того, что у животных феномен локального сна, неполного сна головного мозга существует, и его можно зарегистрировать. И это привело к тому, что ученые-исследователи стали больше внимания обращать на вот эти возможности возникновения локального сна у человека, но у человека значительно сложнее, конечно, регистрировать разряды нейронов, нежели чем у крысы. С поверхностной электроэнцефалограммы невозможно это сделать с достаточным разрешением. И впервые удалось все-таки получить вот этот феномен расщепления состояния сознания, когда одна зона мозга спит, другая бодрствует. Только в лаборатории тоже выдающегося итальянского исследователя Лина Нобили в 2009 году, когда производилось исследование с имплантированными электродами. Молодому человеку 20 лет имплантировали электроды по поводу резистентной эпилепсии. Ему никак не могли установить диагноз. У него возникали непонятные приступы, а очага не обнаруживалась. И не было по клинической картине все равно ясно, то ли это эпилептические припадки, то ли это какие-то из вариантов, например, парасомин. И вот когда он ночевал в лаборатории со вживленными электродами, удалось в течение нескольких ночей записать эти приступы, причем некоторые приступы оказались действительно эпилептическими, а некоторые оказались приступами парасомническими. И вот в данном случае... То есть у него и то, и то. И то, и то оказалось, да. И вот приводятся примеры электроэнцефалограммы, которая записывалась во время эпизода конфузионного пробуждения, когда человек просыпается, но он не понимает, что с ним происходит. Он оглядывается вокруг, пытается как-то осознать, что происходит на утро, но он об этом не помнит. И здесь мы можем увидеть очень характерную картину, что в передних отделах мозга, в лобных долях, наблюдается картина глубокого медленного сна. Вот они замечательные, эти дельта-волны, которые характеризуют глубину сна. А в других отделах мозга, в данном случае речь идет о париетальной, например, коре, наблюдается картина бодрствования. То есть человек лобными своими долями продолжает спать, поэтому он не осознает, что с ним происходит. А те зоны мозга, которые отвечают за какое-то взаимодействие с внешним миром, они в это время просыпаются и обеспечивают такое поведение. Эта запись продемонстрировала, что феномены локального сна характерны не только для животных, но и для человека. И таким образом можно было бы объяснять вот эти необычные ситуации, которые получили название пара сомнений. Раньше доминировала точка зрения, что весь мозг все-таки должен переходить у человека из состояния, например, бодрствования, в состояние нон-рем-сна, сна без быстрых движений глаз, потом в состояние быстрого сна. То есть такая парадигма была, что существуют такие плавные относительно переходы из одного состояния в другого. Они обеспечиваются определенным настроем мозговой активности. Это, например, зависит от уровня выделения нейромедиаторов, катахоламинов. При высоком уровне выделения катахоламинов обеспечивается поддержание бодрствования. При высоком уровне цитилхолина обеспечивается поддержание быстрого сна. Также вероятность попадения в это состояние зависела от уровня внешней или внутренней стимуляции. Мы видим другое измерение, это степень стимуляции. В бодрствовании она максимальна из внешних источников. И также уровень осознанности играет роль, насколько человек понимает, что с ним происходит, что обеспечивается активацией, мозговыми системами активации. И вот эта модель, которая была предложена Алланом Хоббсом, она сначала объясняла состояние снахождения с той точки зрения, что эти переходы, может быть, случаются достаточно хаотично, и внезапно мозг переходит из состояния бодрствования, из состояния быстрого сна в состояние медленноволнового. Но получение экспериментальных данных о том, что у крыс возможны эпизоды локального сна, и в итоге подтверждение того, что и у человека возможны эпизоды локального сна, позволяют рассматривать уже вот эти феномены в более сложном аспекте, что вот, условно, мозг с электродами по системе 10-20, до записи электроэнцефалограммы, и можно получить в разных отделах мозга разное соотношение вот этих вот состояний. Ну, я не смог их перерисовать таким образом, чтобы это было более показательно, но я думаю, идея понятна, что у людей, скорее всего, вот эти вот необычные феномены расщепленного сознания тоже возникают из-за того, что одна зона мозга демонстрирует состояние бодрствования со всеми его особенностями, а другая в это время продолжает демонстрировать одно из состояний сна, или фазу медленного сна, или фазу быстрого сна. И вот с этой точки зрения достаточно хорошо объясняется самое популярное, самое известное, конечно, из форм парасомни, снахождение, напомню, определение, что снахождение или сомномбулизм — это эпизоды комплексного поведения, которые возникают в фазу медленного сна и которые приводят к хождению во сне. Просто речи лунатизм, правильно? Лунатизм, можно сказать. Ну вот, поэтому луна здесь изображена, но нигде не объясняется, почему такое название необычное, лунатизм исторически пришло. Я предполагаю, что это связано с тем, что тогда, когда еще не было искусственного освещения... Ну да, выходили, наверное, смотреть на Луну? Да нет, скорее просто было темно, и человек, который ходил во сне, но, так сказать, в условиях недостаточного освещения, он был незаметен, про него никто не знал, что он лунатик. А когда он выходил при Луне, его все видели, и его тогда считали, что он выходит только в лунные ночи. Хотя, конечно, он ходил во сне и в обычные ночи. Большинство эпизодов снахождения возникает в периоды глубокого медленного сна. И вот, скорее всего, действительно, именно в это время вероятность возникновения вот этих расщепленных состояний сознания, когда одна зона мозга продолжает спать, а другие зоны мозга просыпаются, она более высока. Потому что в это время, по-видимому, вот эта инерция сна еще в критических зонах мозга, в лобной доле, прежде всего, она еще достаточно велика, сон продолжает свою восстановительную работу. А другие зоны мозга, может быть, еще никто это не доказал, моторные, например, может, они уже отдохнули, они уже могут позволить себе немножко пробудиться и выдать вот такое вот необычное поведение. Выглядят эти приступы по-разному. Вот еще Илья Ильич Мечников, наш Нобелевский лауреат, в одной из своих таких программных книг, этюдах оптимизма, описал, вот как выглядит снахождение той эпохи, когда люди выполняли какие-то привычные действия. Видимо, у них наработанные были моторные стереотипы, и вот они что умели, то и делали. То и делали. То, что умел. Да, кто что. Ручную работу выполняли, шьют, прислуга чистить обувь, люди в более высокой культуре умственной работе предаются, проповеди сочиняют. Да, вот это интересно про проповеди. Ну вот и... Поправляли ошибки. Да. Интересно, что если исходить с такой точки зрения, тогда чем бы люди в высокой умственной культуре сейчас бы занимались? На компьютере. На компьютере, наверное, работали, или в социальных сетях сидели. Непонятно сейчас, можно ли доказать, что человек находится в социальной сети, в то же время пребывает в состоянии снахождения. Замечательно. Это интересный вопрос. Таких исследований не было, хотя было исследование... Как реагировать на такие комментарии? Было британское исследование более раннее, десятилетней давности, когда начались вот эти эпидемии СМС-сообщений. И вот оказалось, что там 70% СМС-сообщений подростки отсылают в ночное время. И от некоторых из этих сообщений они отказывались, говорили, что нет, я не помню этого. И вот ученые предполагают, что такого рода снахождение тоже возможно лиц умственного труда. Очень интересно. Но пока еще данных недостаточно, чтобы это доказать. Вот. Вот различные формы поведения, и мы на видео, с которого я начал свой рассказ, тоже видели, что дети делают что-то, что они, наверное, что они не умеют делать, что им проще делать. Да, там сидят, там что-то говыряют, там белье перебирают. Перебирают. Как где-то играют просто во время эпизодов снахождения. То есть какие-то наработанные, видимо, моторные паттерны здесь реализуются. Ну и в литературе, конечно, периодически описывается состояние лунатизма, привлекается для предания такого мистического окраса, живости, повествованию. Наиболее известным произведением, наверное, является детективный роман Вилки Коллинса «Лунный камень», очень известный в свое время в Советском Союзе, где главный герой в состоянии сомномбулизма, не буду рассказывать сюжет, совершает некое действие и потом всю книгу пытаются последствия этого действия как-то разобрать. Если говорить о сомномбулизме, о снохождении как о клинической реальности, все-таки это проблема не взрослых людей, в основном это проблема детская, когда мозг еще, как говорят, недозрел. Созревание это действительно морфологический феномен миеллинизации. Считается, что миеллинизация некоторых зон мозга заканчивается к 23 годам только. В этом возрасте по-видимому еще недостаточно миеллинизация и это позволяет реализовываться расщепленным состоянием сознания. Это все-таки из-за недостаточной миеллинизации, из-за недостаточной изоляции. Мне не нравится слово незрелый мозг, это как обмен веществ, это сказать ни о чем. Поэтому я хочу конкретизировать, скорее всего речь идет о недостаточной миеллинизации каких-то ассоциативных связей в мозге, каких никто не знает. Это просто предположение. Потому что каротит, да? Да, и каротит, можно так сказать. И поэтому феномен снахождения почти всегда встречается только в детском возрасте. Вот в 4-8 лет начинается максимум перед пубертатом, а потом достаточно быстро сходят на нет эти случаи. У взрослых снахождение встречается очень редко. 4% мне кажется даже завышенная цифра, речь идет хотя бы об одном случае в течение жизни. Тогда могут спровоцировать это состояние. Предполагают генетическую обусловленность этого состояния. В семях действительно прослеживаются иногда линии любителей ходить во сне. Хотя эти гены до сих пор не идентифицированы. Непонятно, что именно возможность возникновения этих расщепленных состояний обеспечивает. Если делать исследование сна, на электроэнцефалограмме на общей чаще всего поверхностной мы можем увидеть картину глубокого сна. этот локальный сон мы, скорее всего, на обычной электроэнцефалограмме во время эпизода не увидим. Для этого разрешающая мощность недостаточно. Есть публикации, что на ЭГ высокого разрешения можно поймать эпизоды локального сна, или же, как было в указанном исследовании, когда удалось записать это с погружными электродами. Но на обычной энцефалограмме ничего особенного мы не увидим даже во время эпизода. Самое важное исключить эпилептическую активность, потому что в некоторых случаях эти приступы являются вариантами височных припадков амбулаторных автоматизмов, хотя клинически их тоже можно развести, поскольку феномены, связанные со снахождением, они более сложные, они включают в себя какие-то развернутые двигательные акты, эпилептические феномены более простые. Но поскольку эпилепсия является самым частым неврологическим заболеванием детской популяции, в первую очередь при возникновении необычных пароксизмальных состояний, врач думает о возможности наличия эпилепсии и назначает электроэнцефалограмму хотя бы дневную или на фоне депривации сна. Интересно, что снахождение по современным стандартам лечить не нужно, нужно подождать, когда мозг дозреет. А для того, чтобы ребенок что-то себе не повредил во время эпизода, требуется обеспечивать просто безопасное окружение сна. Потому что за рубежом, например, самым частым серьезным последствием таких приступов является попытка пройти через стеклянную дверь, когда не полностью ребенок осознает, что с ним происходит, он может очень активно двигаться, может действительно себя что-то поранить, когда пытается пройти через дверь. Описаны единичные прямо случаи, когда выпадали из окон, больные со снахождением, но неясно все-таки было ли это во время эпизода снахождения. По поводу назначения лекарственных препаратов при снахождении консенсуса сейчас нет. В некоторых источниках рекомендуется при интенсивных и частых приступах назначать короткими курсами бензодизепиновые препараты. Наиболее эффективным в этом случае является клонозепам, нитрозепам раньше применяли тоже для лечения эпизодов снахождения. По поводу других бензодизепиновых препаратов у меня лично данных нет. Получается, что кунозепам наиболее эффективен скорее всего. А другой формой парасомнии, которая тоже связана с таким неполным пробуждением, являются ночные страхи. На самом деле, когда случается такой эпизод, действительно кажется, что ребенку что-то приснилось, что он в ужасе, поскольку обычно это состояние сопровождается очень таким интенсивным звуком, криком, таким поведением, когда ребенок сидит в постели, трясется, не может ничего сказать, родители пытаются его обнять, он отталкивает их, он в это время находится опять же не полностью в сознательном состоянии. Это очень впечатляет родителей. Хотя, как оказывается, суть этой формы парасомнии такая же, как и при снахождении, то есть неполное пробуждение. Но почему-то в одном случае в основном растормаживаются двигательные зоны коры и реализуют такие привычные моторные акты, а вот при ночных страхах по-видимому растормаживается, активируется структура эмоционального мозга, и выдает очень сильную эмоциональную реакцию, и присущие этой реакции вегетативные сопровождения, сердцебиение, потоотделение, феномен, двигательное сопровождение в виде дрожания. В отличие от снахождения и конфузионного пробуждения, пока не удалось записать у человека эпизоды ночных страхов, чтобы точно сказать, какие зоны мозга растормаживаются. Ночные страхи это тоже детский в основном феномен, причем он начинается еще раньше, чем снахождение, где-то 24 года. Это в детстве, наверное, все переживали в той или иной степени. Не все, все-таки. Я предполагаю, что есть генетическая предрасположенность, но эти гены, скорее всего, встречаются очень широко в популяции. Если эти гены есть, то вероятность достаточно высока, что у ребенка хотя бы раз случится такой приступ ночного страха. Это другое. Когда ребенок прибегает к родителям и рассказывает, что он чего-то боится, речь идет о кошмарном сновидении. Это другая форма парасомни из другой группы. А ночной страх темой отличается, что ребенок не осознает, что с ним происходит, поэтому он не может попросить о помощи. И наутро он не помнит об этом. И вот пик, так же, как и при снахождениях, приходится на возраст до 12 лет. У взрослых ночные страхи случаются, на самом деле, еще реже, чем снахождение. Почему-то это больше, опять же, детская ситуация. Провокаторами являются эмоциональное возбуждение, лихорадка, депривация сна, отмена антидепрессантов. Но это у взрослых чаще всего. То есть, ну, любой получается фактически внешний фактор, который дестабилизирует вот эту систему синхронного поддержания одной и той же фазы сна. Чтобы мозг находился в одном состоянии, глубокого, медленного сна требуется, по-видимому, некое усилие. И вот если какой-то внешний фактор сбивает нормальную настройку различных мозговых зон на сон в определенной фазе, возможно, такое диссоцированное состояние. Во время энцефалограммы тоже мы не увидим, скорее всего, ничего особенного. Вот, в отличие от снахождения, там не находили. Вот, какие зоны мозга в это время просыпаются, видимо, это глубинные зоны мозга, относящиеся к эмоциональным структурам. Вот, и опять же, на всякий случай, поскольку парксизмальное состояние у детей очень часто является проявлением эпилепсии, необходимо исключить эпилептическую активность. В лечении, как и при снохождении, тоже специально не лечат ночные страхи, поскольку часто они не случаются. Организация безопасного окружения, чтобы ребенок не вскочил, не побежал, не ударился. И показана эффективность тоже бензодиазепиновых препаратов, но систематически их не назначают. Только на период усиления этих приступов, если они идут один за другим. Я говорил о том, что вот эти расщепленные состояния сознания, когда одна часть мозга спит, другая просыпается и выдает приступ, они больше характерны для детей из-за того, что, по-видимому, у них еще незрелые структуры мозга, незрелые связи между различными отделами мозга, которые могут поддерживать синхронизацию их деятельности, чтобы обеспечивать одно и то же состояние сна. Но вот синдром ночной еды это настоящая пара сомнений, как снохождение, которое характерно почему-то именно для взрослых людей. У детей описаны такие случаи, но все равно начинается это в обычном возрасте где-то с 22 лет уже у зрелых молодых людей. И интересно, что это состояние чаще встречается у женщин. Это пара сомнея с женским лицом. Как обычно выглядит такое состояние? Человек утром, женщина утром просыпается с измазанной шоколадом, с крошками в постели или подходит к холодильнику, в холодильнике пустим. То есть это такой вариант снахождения, во время которого человек не отдает себе отчета, что с ним происходит, но в это время потребляет большое количество пищи, причем самое разное. Почему это возникает? Предполагается, что все-таки есть по-видиму какой-то заложенный стереотип совладания со стрессом в этих людях, реакция заедания стресса. И на фоне какого-то неблагополучия, каких-то стрессовых ситуаций, внутреннего конфликта, почему-то просыпаясь ночью, тя часть мозга, которая отвечает за целенаправленную реализацию поведение, она таким образом позволяет унять внутреннее беспокойство. Помнит, где холодильник. Скорее всего, все-таки изначально у этих людей есть способность заедания стрессов. Они больше предпочитают использовать такую стратегию. Лечить синдром ночной еда достаточно сложно. Есть данные об эффективности ингибиторов обратного захвата серотонина, поскольку они понижают аппетит. Есть данные об эффективности топиромата противоэпилептического препарата, потому что он тоже подавляет аппетит. Получается, что это симптоматическое лечение. Убирается склонность к заеданию стресса, а сам механизм расщепленного состояния возможности пребывания одновременно во сне и бодрствования не затрагивается этим лечением. И хотел бы сказать в заключении еще об одной форме парасомнии, которая относится к другому разряду парасомнии, не к парасомниям, связанным с медленным сном, а к парасомниям, связанным с быстрым сном, сном со сновидениями. Это тоже очень специфическая форма парасомнии, приступы при ней возникают только в фазе быстрого сна, в другой части сна, и они сопровождаются очень высокой двигательной активности. в отличие от предыдущих форм парасомнии, у этой формы наоборот мужское лицо. Чаще всего вот эти феномены двигательные возникают у мужчин, и чаще всего у людей в старшей возрастной группе после 60 лет. Что происходит во время приступа, я сейчас вам хочу показать, как выглядит один из таких эпизодов, это тоже достаточно впечатляюще. Куда-то побежал человек. И вот возникают эти приступы по современным представлениям из-за того, что не срабатывает естественный физиологический механизм выключения мышечного тонуса в фазе сна с быстрыми движениями глаз. В норме мы часто, все из нас, я думаю, видят сновидение. Но во время просмотра или во время переживания сновидения мы не демонстрируем о том, что с нами происходит. Несмотря на то, что нам снится, что мы бежим куда-то, с кем-то сражаемся, не видно, что мы летаем. Почему? Потому что срабатывает механизм выключения мышечного тонуса, существует целая система в стволе мозга, которая подавляет мышечный тонус во время сна со сновидений. По какой-то причине при этом расстройстве периодически этот механизм дает сбой, и он не выключает мышечный тонус, когда человек видит сновидение. Чаще это бывает тогда, когда сновидения имеют высокую интенсивность. Чаще всего это сновидение с какими-то элементами агрессии у мужчин, когда они пытаются с кем-то сражаться, спорить. У женщин, кстати, чаще это речевая агрессия, когда они с кем-то ругаются. могут рассказывать о том, что сейчас им снится. И очень важным критерием, который подтверждает наличие этой формы просомнений, является наличие связи между поведением больного и содержанием ростна. То есть человек просыпается чаще всего после таких эпизодов, и он может очень хорошо рассказать, что ему приснилось, почему он сделал те или другие движения. Вот, например, мужчине, которого мы сейчас видели, скорее всего снилось, что он куда-то или от кого-то или за кем-то бежит, убегает, потому что это соответствует той активности, которую он демонстрирует. Сновидения чаще носят устрашающий характер, но по-видимому они обладают большим эмоциональным зарядом и пробиваются через вот этот двигательный блок. у животных разного возраста, не только пожилых, это довольно частое явление. У животных это как-то изначально не происходит зато можно. Описано расстройство поведения в быстром сне и экспериментально при разрушении вот этого. Ну вот они бегут, собачки, вот у меня собака, она спит, что-то там подвякивает и бежит куда-то. Но они чаще перебирают. Они чаще вздрагивают. Вот эти так называемые миоклонии быстрого сна это естественный феномен, он отмечается и у людей, у животных это чаще заметно, поскольку животные больше на виду, когда спят. Лапками перебирают. И у них больше вот эти движения заметны из-за того, что они вообще размеры маленького. То есть чаще всего все-таки вот то, о чем вы говорите, представляет собой миоклонии быстрого сна. Вздрагивание в быстром сне это является таким феноменом быстрого сна. Но иногда действительно у некоторых животных случаются такие более сложные двигательные акты. Он как будто ругается с кем-то. Это эквеленс наговорения, это немножко другое. Бедня сопровождающаяся. Да. Я согласен, что у животных можно тоже обнаружить это расстройство поведения. Есть прямо экспериментальные линии собак, например, у которых это регистрировалось. Пациент хорошо помнит содержание сновидения. Это тоже дифференциальный диагностический признак, в отличие от конфузионного пробуждения, от снахождения, когда человек что-то делает, но наутро совершенно не помнит, потому что у него лобная кора в это время спала и не фиксировала происходящее. В быстром сне нарушается работа только центра блокирующего мышечную активность. Вся остальная часть мозга активна и хорошо в памяти сохраняет эту информацию. Эпизоды могут приводить к травмам. Часто действительно пациенты обращаются, поскольку такая деятельность приводит к падениям с кровати, ударам соседа или соседки, что-то очень неприятно, конечно. Движение носит целенаправленный характер, терновиде мы тоже могли это увидеть. И больной может в это время достаточно сложные действия совершать в соответствии с тем, что ему снится. И важным является для пожилых людей появление сноговорения. Если человек никогда не разговаривал во сне, а в старшей возрасте стал разговаривать, мы всегда делаем заметку на предмет того, нет ли у него начинающегося расстройства поведения в быстром сне. Для того, чтобы поставить диагноз этого состояния, нужно провести обязательно исследование сна. Не каждую ночь, конечно, мы такой приступ можем увидеть, но каждую ночь мы можем увидеть очень характерный феномен повышения мышечного тонуса в фазе с быстрыми движениями глаз. В норме у здорового человека, когда он переходит в фазу с быстрыми движениями глаз, мышечный тонус становится очень низким, нитевидным. А вот при этом расстройстве, даже при отсутствии видимых приступов, мышечный тонус в быстром сне всегда значительно более высокий, более интенсивный. Это является подтверждением нашего предположения о развитии этого состояния. Чем важно это состояние, эта форма парасомнии? Тем, что сейчас показано, что она очень тесно связана с возрастными нейродегенеративными заболеваниями, прежде всего с болезнью Паркинсона, с деменцией с тельцами Леви, с рядом других заболеваний. Мы можем увидеть, это одно из наиболее известных наблюдений, что когда наблюдали в течение длительного времени пациентов с диагнозом расстройств поведения в быстром сне, то в течение 14 лет у 90% из них в итоге был поставлен диагноз нейродегенеративного заболевания у большинства, почти у всех, болезней Паркинсона. Получается, что развитие этого состояния говорит о том, что начинается дегенерация определенной зоны ствола мозга и высока вероятность, что в течение 10-15 лет у человека разовьется эта форма синуклеинопатии. Это ставит вопрос о том, о поиске, собственно говоря, нейропротекции, но пока еще неизвестны такие препараты, которые могли бы остановить течение болезни Паркинсона. В лечении расстройства поведения в быстром сне используются две группы препаратов. Клонозепам, уже упоминавшийся бензодизепиновый препарат, обладает каким-то просто чудесным, драматическим действием на приступы ночной двигательной активности и фактически со стопроцентной эффективностью он убирает. Другое дело, что длительный прием клонозепама у пожилых людей, у них же чаще всего случаются эти приступы, он чреват тем, что у них будут ухудшаться когнитивные функции, ухудшаться двигательная их активность, равновесие. И поэтому все-таки мы обычно начинаем лечение не с клонозепама, а с препаратов мелатонина. Показано, что действительно препараты мелатонина понижают интенсивность этих приступов, уменьшают их количество, но обычно их недостаточно, чтобы полностью убрать этот феномен. Вот в одной из работ, которые мы делали совместно с кафедрой Алексеем Ильичем Левиным, было показано, что на фоне применения препаратов мелатонина при этом расстройством у 84% пациентов отмечалось уменьшение выраженности симптомов, что неплохо. И в заключение я хочу подчеркнуть, что вообще изучение парасомней, изучение феноменов локального сна, это один из путей понимания вообще, как устроена наше сознание, как мы осознаем себя в разных состояниях. Мы можем увидеть, насколько пестрым является разнообразным количество вот этих состояний сознания, описанных сейчас наукой. Есть состояние, когда сознание на нуле, коматозное состояние. Есть вегетативное состояние, когда поведенческий человек выглядит все бодрствующим, на самом деле он с вами не контактирует, вегетативный статус. При общей анестезии наоборот, мы можем увидеть, что он не демонстрирует бодрствующего состояния, но он может что-то вспомнить потом, что с ним происходило в состоянии анестезии. И особняком стоит состояние сна, мы можем увидеть отдельный уровень сохранности сознания в медленно волновом сне, в фазе сна, с быстрыми движениями глаз, при минимальных состояниях сознания, при деменции это тоже особое состояние, при парасомних это расщепленное состояние сознания. Но вот в этом списке, кстати, отсутствует еще одно особое состояние, это трансовое состояние, гипноз. Гипноз это не сон, несмотря на то, что Иван Петрович Павлов сказал, что гипноз это сон, это не сон, это особое состояние в бодрствовании, особое трансовое состояние. И здесь, я думаю, он должен быть выделен. И парасомни уже открывают нам немножко секреты вот таких состояния, показывая, что мозг может находиться одновременно в нескольких стадиях или фазах сна. Ну я так понимаю, что в плане парасомни очень много вопросов пока еще. Это такая новая, относительно новая в плане исследования, уже глубоких исследований, инструментальных, да, таких вот серьезных, с хорошим разрешением то, что называется. Да, сейчас прежде всего, конечно, вопросы задаются по поводу той формы парасомни, которую я продемонстрировал в конце. Это расстройство поведения в фазе быстрого сна, поскольку оно исключительно тесно связано с нейродегенерацией. Если мы научимся останавливать нейродегенерацию, это значит, что как только появляется эта форма парасомни, нам срочно нужно начинать уже профилактику, да. Вот в этом интересе, конечно, очень много работ на эту тему проводится. По поводу парасомни, связанных с медленным сном, до сих пор все равно непонятно, какие структуры во время ночных страхов обеспечивают вот эту вот такую эмоциональную реакцию непроснувшегося мозга. Непонятно, опять же, вот эта история с созреванием мозга, что там недозрело, почему у одних людей не возникают этих приступов расщепленного сознания, у других возникают. По-видимому, какие-то гены еще не выделены, которые замедляют этот процесс. Ну, то есть, во многом еще и методические такие проблемы стоят. Клинически, надо, конечно, сначала на животных пробовать эти модели разрабатывать, а потом уже пытаться найти подходящие модели клинические для человека. Спасибо, Михаил. Теперь у нас будет постскриптум. Постскриптуме я хотела вас спросить не о парасомних, но другую тему, но очень актуальную. Я думаю, согласятся зрители наши. Она просто вот висит в воздухе. Речь идет о расстройствах сна постковидно, как в постковидном синдроме. У меня вопрос такой, во-первых, сталкивались ли, приходят ли к вам люди, обращаются ли с такими проблемами, которые связывают свое состояние, свои расстройства именно с перенесенным заболеванием, и как сегодня относится к этому наука, и вы в частности. Под этим есть органическая какая-то основа, или это просто общее ослабление организма после перенесенного и заболевания, и стресса, потому что это не просто, так сказать, тяжелое заболевание, оно еще, поскольку жизнеугрожающее, люди переживают стресс, когда им ставят такой диагноз «выживу, не выживу», подсчитывают процент поражения легких. Вот что вы можете сказать о расстройствах сна как в постковидном симптоме? Да. Ну, действительно, клиническая реальность такова, что сейчас значительно участились обращения по поводу нарушения сна у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Последние полгода мы наблюдаем действительно увеличение потока пациентов, не только мы, психиатры наблюдают увеличение частоты тревожных, депрессивных расстройств. Тем не менее, как затяжного ковида, считается, это симптом. Да, это симптом именно лонг ковида. Хотя вот мне, например, непонятно, что это за такое долготекущая вирусная инфекция. Там нет уже вируса. Почему через полгода человек продолжает испытывать симптомы астении? То есть, что есть в желудочной кишине, ну, отдельно есть исследования, что обнаруживают спустя полгода, но глубоко. Да, и я бы рассматривал вот эти феномены, по крайней мере, часть феноменов вот этого постковидного синдрома, как все-таки психогенные состояния. Все-таки тяжелые заболевания, вот эта неблагоприятная такая информационная обстановка вокруг этого заболевания, да, опасения за здоровье своих близких. Это мощный стресс, эмоциональный стресс, прежде всего. Человек выходит из этого стресса, выходит из заболевания, но, как оказалось, вот эти вот именно психогенные, психологические последствия могут длиться значительно дольше уже после окончания действия стрессового фактора. И, скорее всего, они-то и приводят к развитию нарушения сна и попутно к развитию психических расстройств, обострению, например, тревожного расстройства, если у человека было, или его дебюту, если никогда раньше оно не наблюдалось, если есть к этому предрасположенность. Я бы предположил, что здесь главную роль все-таки играет именно фактор нарушения такого психического гомеостаза, а болезнь является, ну, таким толчком, что ли, достаточно мощным. Да, а сон такое явление уязвимое, и на нем много чего может отражаться. Соноизвимое и очень коморбидное психическим расстройством. Вот где-то есть общие механизмы для развития и бессонницы, и депрессии, и тревоги. Очень много пересекающихся генов у этих состояний. Но вот никто не описал, как конкретно реализуется в одном, другом или в третьем случае развитие расстройства, почему они так связаны. Понятно. Спасибо. Приходите к нам еще. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.